Друзья, всем привет! Заранее извиняюсь за звук, надеюсь, что меня будет очень хорошо сегодня слышно. Ветер сегодня прям очень сильный, чтобы вы понимали, до 17 метров в секунду. Мы находимся около Фонагории, это музей-заповедник, то место, где я проходила когда-то практику. Сегодня по всей России у нас ночь в музее, поэтому в этом месте, соответственно, тоже. Поэтому мы с моими родителями сюда приехали, и также очень много людей, которые также сюда приехали на экскурсии. Сейчас ждем экскурсовода. Подъехали мы в место, где находится стоянка, находится на трассе Синой-Приморский. Здесь у нас находится касса, и также прописан маршрут, какой есть, какие есть экскурсии по Фонагории. Территория Фонагории очень большая. Ну и сегодня мы посмотрим, где именно проведут нам экскурсию, потому что я в Фонагории все знаю. Потому что, ну как бы практика была. Мы здесь копали, и мне сюда вернуться очень приятно, прям очень приятно. И посмотреть, в принципе, что расскажут интересного, что нового расскажут. Плюс я писала свой диплом по подобной теме, по Боскорскому царству, поэтому тему Фонагории я тоже затрагивала. Покажу вам камень, который находится на самом входе в Фонагорию. Написано, что в этих местах в 7 веке нашей эры находилась Фонагория, столица Великой Болгарии государства, Волжский Болгар, Чуваший, Дунайский Болгар. И нам сказали идти, видимо, прямо к раскопу. Это именно та самая дорога, по которой каждое утро мы с моей одногруппницей добирались до места, где мы, собственно, проходили практику, где мы мыли черепки, отбирали их. Вот с тех пор я здесь ни разу не была, потому что территория считается собственностью, и её охраняют. Вот, приятно сюда вернуться, хотя впечатления, воспоминания, они такие. Уже, конечно, вся сложность, которая была от практики, она ушла, и остались только положительные эмоции. Поэтому я с большим удовольствием сегодня сюда поехала в Фонагорию. Меня зовут Евгений. Там у нас ещё определённая группа людей ждёт вашего внимания. И мы подготовили на сегодняшний день, ну, я думаю, интересную программу, в которой вам обязательно всё понравится. Сейчас подойдут остальные. Мы, наверное, отправимся уже непосредственно. Все заждались. 17 часов наступило. Поэтому ночь музеев в России наступила. У нас будет с вами до 20 часов времени посетить непосредственно раскоп Нижний город. Мы его покажем вам. Это Средневековья. Пройдём мы мимо Верхнего города, который основан в VI веке до нашей эры. Греками-переселенцами на данной территории был единственный на сегодняшний день. Остался памятник на территории Российской Федерации, не застроенный современностью в полную свою величину. Фоногория. Поэтому в 2011 году на данную территорию в должности премьер-министра прибыл Владимир Путин. Для чего же? Владимир Дмитриевич Кузнецов, который руководит научно-исследовательским центром Фоногория и музеем-заповедником Фоногория, собрав массу трудов, донёс до первого лица государства, независимо от того, что на тот момент он занимал второй пост, важность данного памятника. И на сегодня вся территория передана Российской Федерации и находится под охраной государства. Поэтому местные жители могут наблюдать, что в определенное время появлялись шлагбаумы, которые перегораждали территорию памятника. Сегодня есть законодательство Российской Федерации по охране объектов культурного наследия. Мы будем с вами идти и вы увидите вплоть до того, что под вашими ногами будет находиться масса объектов культурного наследия в виде керамики. Керамики очень много, город был большой, экономически развит, и поэтому керамика приходила в большом количестве на данную территорию. Я предлагаю пройти к раскопу, и оттуда мы уже начнём с вами экскурсионную программу. Я думаю, каждый найдёт для себя место, время, и детям будет тоже чем заняться. Так что приглашаем вас в увлекательное путешествие под названием Фоногоре. Территория города начинается от железнодорожной полотна, за автомобильной трассой, вот оттуда примерно начинается памятник и заканчивается в водах Таманского залива. Частично третья часть города затоплена водой, поэтому Фоногорию называют ещё Русской Атлантидой. Территория памятника составляет 65 гектар, и она, сам город расположился очень хорошо между посёлком Синым современным и посёлком Приморским. Поэтому всё это, незастроенная территория, сегодня находится единственной на территории нашей страны, которая не застроена современностью и можно изучать полноценно. Ну что, приближаемся мы к верхнему аэроскопу. Местные знают, что на Таманском полуострове нет ни одного месторождения камня. Весь камень был привозным, поэтому каждый корабль, который входил в порт Фоногорию, должен был иметь балласт. В виде камня. Камень, сбрасывая на берег, город разряжал вести торговлю. Поэтому те камни, которые можно увидеть в роскопе, эти самые первые камни, которые привезли в первые десятилетия греки, которые приезжали на данную территорию и вели экономическую торговую деятельность. Первые камни привезены с берегов Игейского моря, Средиземного моря. И тем самым появляется строительный материал, из которого начинают строить государственные и храмовые сооружения. Все остальные постройки, жилые постройки, были построены из сердцового кирпича. Это единственный строительный материал, который остается и по сей день. Изготовлен из глины, формуется кирпич и высушивается под лучами солнца несколько лет. Данный роскоп заложен в 70-е годы и изучается по сей день. Культурный слой Фоногории достигает 7-8 метров. За 2,5 тысячи лет такое большое наслоение, некий такой слоеный пирог в истории. Мальчики наши копали вот здесь, на верхнем роскопе, привозили вот эту всю керамику, складывали горами вот в этой части. И уже девочки сидели под палящим солнцем, собственно, как и мальчики, и все это мыли, сортировали. Если было что-то уникальное, там, черепки с какими-то рисунками, да, все это откладывалось отдельно, и уже потом доставлялось в исследовательский центр, куда, где оно изучалось, собственно. А сейчас нам сказали, что мы идем в Нижний город, Нижний роскоп. На Нижнем роскопе мы не работали, точнее, мы работали около него, но при нас его никто не копал. Водили также экскурсионные группы, и все, собственно. И сейчас вот даже просто гуляя по берегу Таманского залива, неважно где, в Сино, в Романе, в Приморском, в Горькушах, везде можно найти керамику. И не просто какие-то обломки, можно найти ручку спокойно. Конечно, не приходится говорить о находке целых сосудов, потому что их восстанавливают, да, те, которые найдены. Но какие-то фрагменты, они, в принципе, отличаются везде. И кому интересно, тот собирают, коллекционируют, возможно. Ну, а так, конечно, те маленькие кусочки, которые здесь находят, они просто сгребают в одну большую кучу. И на территории можно встретить много таких куч, да не только керамика, там и кости в том числе. И, может быть, вы зададите вопрос, а почему вот эта вся керамика, она не уезжает в исследовательский центр? Да потому что это те куски, из которых невозможно ничего создать, невозможно восстановить сосуды, тарелки и прочее. Поэтому они выбрасываются, но не вывозятся. Отсюда так и находятся на территории Панагории. И вот на нижнем раскопе мы, собственно, и провели половину нашей практики. Половина на нижнем, половина на верхнем. Занимались мы всяким. Даже иногда просили наливать воду в пятилитровые бочки и прочее. Вообще, в тот момент, когда мы здесь практиковались, собственно, никаких навесов, никаких вот экскурсионных вот этих домиков, ничего этого не было. И спрятаться под солнцем было вообще негде. То есть это в 8 утра, в 7 даже, уже стоит жара, и от этой жары невозможно никуда спрятаться. Работают археологи, ну, во всяком случае, студенты, до, по-моему, часу или двух, когда еще нет такого палящего солнца и опасного солнца. Итак, мы подошли к раскопу Нижний город. Здесь совсем немножко другая уже картина. Здесь камень используется в строительстве жилых домов Время Средневековья. Здесь находятся постройки Хазарского периода. Здесь можно увидеть кладку елочкой дома построены. И это дома, которые последних жителей Фанагории. После этого происходит гибель Фанагории. Из письменности она уходит, и не было пониманий, почему же погибает Фанагория. Но о ней перестает известность быть в конце 9-го, начале 10-го века. Дело в том, что пришлось археологам заложить еще один раскоп на нижнем плато Фанагория. Вы можете увидеть, что как раз в двух платах находится город. Верхняя часть и нижняя часть, уходящая в море. Как раз здесь, на территории 3000 квадратных метров, было найдено 15 убитых местных жителей насильственной смертью. То есть проломы черепа. Дело в том, что проломы были как у детей, так и у взрослых. Поэтому некое нашествие было на город, военные действия. И город был просто выбит и стерт, так сказать, с лица земли. Далее в этих постройках проживают кочевые народы. Но уже никто не остается, даже в современности. Казаки, которые приходят на данную территорию, они селятся лишь вблизи города, а город используют как каменоломни. И Суворов во время Екатерины, по ее указу, строит вблизи Тамани Суворовскую крепость, либо Фанагорийская крепость, Суворовский редут. Он построен из камня древнегреческих городов. Так писала императрица, для строительства данного сооружения использовать камень из близлежащих древнегреческих городов. Поэтому разрушена была и Фанагория, и Германаса. Камень вывозили между курганной частью, вблизи как раз Приморского. Там есть курганная часть и единственная возвышенность. Тогда Суворов необходимо было, вывозя камень, вымостить возвышенность, для того, чтобы повозками вывести камень. Эта дорога и сегодня сохранилась. Она входит в наш экскурсионный маршрут. Мы ее назвали Лермонтовская дорога, потому как через несколько десятилетий по этой дороге проезжал и Пушкин, и Лермонтов. А Лермонтов, когда побывал на Тамани, все, наверное, помните эти строки, что сказал, что уж самый скверный городишка из всех приморских городов, которые встретились ему на пути. Мало того, что не накормили, да еще и чуть не утопили. А Пушкин, проезжая в этих местах, описывал данные события, что именно в курганной части могли ограбить тех, кто проезжает мимо. Поэтому казачьи патрули сопровождали от станции Темрюк до станции Тамань. Мы знаем о том, что часть Таманского полуострова не снабжается природно-поступательной питьевой водой. Если Голубинская насчитывает сегодня там порядка 4-5 артезианских скважин, то уже вся западная часть Таманского полуострова питается с Таманского группового водопровода главной водной артерии реки Кубань. В домах можно увидеть пифосы. Это такие большие сосуды, которые зачастую либо в углах, но в закопанном виде. У каждого дома подобный сосуд есть. Сегодня мы его называем холодильник, и он служит для того, чтобы сохранять продукты в определенном температурном режиме. Жернова, которые встречаются как квадратной формы, так и круглой формы для перетирания зерна и употребления в пищу. Употребление в пищу хлебных изделий и употребление в том числе с мукой можно было употреблять тот самый камень, который способствовал быстрому стиранию зубной эмали. Мужчины через ротовую полость заражали кровь, и тем самым средняя продолжительность жизни человека была 35-40 лет. Мужчины живут дольше, женщины меньше. Связано это с тем, что мужчины с раннего возраста, мальчики, посещают гимнасию. Они учатся военному делу, все самое лучшее на столе мальчику, а девочка как только начинает ходить, она начинает помогать по хозяйству. Поэтому первые стрессы она переносит в раннем возрасте. Но далее, естественно, это деторождение, и при родах умирали женщины. Но и вообще главный мужчина, поэтому все самое лучшее в мужчине, а женщина была, ну вот так там, по некому остаточному принципу, по хозяйству. Еще один объект, это дома, о которых последние жители Фоногории, в них можно увидеть вся утварь, которая была, так она и оставалась. Это посуда, это керамика, это амфорная тара. Так вот, еще интересный такой предмет нашли в данном доме, это игральные кости. В информационных лентах мы назвали этот дом, дом Шулера. Дело в том, что игральные кости были со смещенным центром тяжести. Залитый свинец, тем самым выбрасывая кости, определенную сторону всегда выпадало на этих костях. А рядом находились игральные фишки. Здравствуйте. Здравствуйте. А что у вас здесь такое? Итак, смотрите, мы представляем напиток, который называется кикион. Кикион в переводе с древнегреческого обозначает просто смесь, смешанина. И, собственно, в текстах отящих авторов упоминаются разные варианты кикиона. Первый из них – это ритуальный напиток богини плодородия Диметрии. В основании кикиона всегда ячменная похлебка и уже с добавлением разных, разнообразных добавок. В ритуальном напитке Диметрии – это вторая цитата, это просто ячменная похлебка с добавлением полея. Это разновидность мяты. Мы, собственно, взяли ту мяту, которая у нас растет для реконструкции. А второй вариант упоминается в поэме Гомера Одиссея. В один из этой книги, если я не ошибаюсь, колдунья Кирка приготовила такой кикион и напоила им спутников Одиссея. Он состоит уже более интересный. Он состоит из ячменной похлебки, с добавлением меда, как подсластителя, вина и творога. Либо, ну, здесь упоминается в тексте «зеленый сыр», но «зеленый» – это значит «свежий», только что приготовленный. Соответственно, мы, ученые, многие говорят, что это больше было похоже на творог. Собственно, поэтому в нем можно добавить любой творожный сыр, который вам нравится. И, соответственно, вот два варианта напитка этого получилось. Он, естественно, такой жидкий, но похож на такую капшицу, скажем так. Какой вариант вы бы хотели попробовать? Получается, это ячменный. Да, ячменная похлебка с добавлением разных, скажем, такой вкусностей, добавок. А третье что? Это два одинаковых. Просто мы решили сладкого побольше сделать. И один такой просто ячменная похлебка с мятой. Давайте-то вот этот попробуем. Вы какой хотите попробовать? Мы вместо вина добавляли в этот раз виноградный сок, потому что вино – это алкоголь. Поэтому виноградный сок как альтернатива вполне себе. И сейчас я расскажу. Понятно, прошу, спасибо. Это ритуальный напиток. Один мушник, который называется кикен. Мама тоже решила попробовать, я. Собственно, да, это такая смесь из лаков. Если я правильно помыла творога. Ну, я думаю, если я ошиблась, меня поправите. Вот так это все выглядит. Интересно. Я думаю, сытно, но очень непривычно для нас. На карте представлена территория археологического комплекса. Действительно большая, с сенной. Здесь гора Шепурская, где вулкан у нас. И вдоль до Приморского. То есть у нас даже в Приморском велись раскопки на территории. Поэтому вот она вся огромная территория. Часть огороженная, ну и часть, где можно ходить. И покажу вам немножко, что вообще здесь есть. Придумали разные мероприятия, чтобы туристы не заскучали. Огромная куча с черепками, о которых я говорила. Просто, видите, всякое разное. Ни формат, ни кондиция. То есть чего уже ничего не сделаешь. Ты никакие сосуды не соберешь. Огромные ручки сосудов. Стенки и кости. Кстати, на этом мы, летом облокотившись, сидели около этой кучи. И такая куча здесь не одна. В том числе около исследовательского центра. Даже, по-моему, побольше. Рай для археолога здесь. Здесь у нас мастер-класс на гончарном круге. Звездить. Звездить, что-то попробовать, что ли. Что-то попробовать, что ли. Может, я могу это сделать. Весьми, могу. Могу сейчас, я могу. А это мы не стараемся. Субтитры делал DimaTorzok Рисует это детей, в принципе, знаете, я бы тоже что-нибудь там бы слепила под руководством человека, который разбирается в этом, но я думаю, детей очень хорошо отвлекают, пока взрослые слушали экскурсию, которая просто невероятно круто прошла, рассказали очень много всего интересного. Большое спасибо экскурсоводу. Дети пока взрослые слушают, они рисовали и лепят. Итак, мы находимся с вами в павильоне. Это временные экспозиции, те, которые мы имеем возможность разместить здесь непосредственно прямо возле раскопа. Я говорил о геологах, которые определяют состав камня, откуда он привезен. Тем самым мы получаем торговые пути, с кем ведет торговлю город. Торговые пути определяются по керамике, место производства керамики и еще по монетным кладам. Те монеты, которые ходили в обиходе в тех или иных городах. Итак, если обратить внимание на осколок керамики, то можно верхнюю строчку прочесть. Каждый из вас может. Фа-на-г-э-р. Фанагор – основатель города. Греки имеют право сокращать гласные. Тем самым он завпечатлен в списке с богами и, значит, был причислен к рику героев. А герой – некий богочеловек. Внутренность убранства данного дома была оштукатурена. И расписные подобные штукатурки мы находим на территории древнего города. Мраморные части, которые стояли на территории города. Части колонн. Формы карниза. Тем самым, благодаря небольшим формам, которые мы находим, мы можем воссоздать храм, который находился на территории города. И поставить его на фундаментную часть, которую мы обнаружили. Стеллы тоже были из мрамора. Вот такая черепица покрывала государственные и храмовые сооружения. Дело в том, что это дорогостоящий строительный материал. И он передавался по наследству. Это было движимое имущество. Керамика, которая здесь представлена, а это вся импортная тара. Лишь в углу можно увидеть две темных таких фонагорийские амфоры. Они выполнены из местной глины с большими примесями песка. Тем самым, сегодня местные гончары имеют возможность вымывать глину и использовать в производстве керамики. В том числе я говорил уже о Митридате VI Евпаторе. Так вот, интересный стенд. Обратите внимание, это монета с изображением босфорского царя. Рядом герма настольная, которая некое фотографическое его изображение. С ней имели возможность общаться семья в отсутствии мужа и царя. Рядом расположена фотография корабля. Его 17 метров на дне Таманского залива. Он сегодня находится там. И бронзовый таран. Таран можно увидеть с символикой звезда и полумесяц. А рядом еще один камень, который вошел в топ-10 мировых находок. Это надгробный камень жены Митридата Гипсикратии. В реставрационной лаборатории у нас работает лучший реставратор Юга России, Ольга Леонидовна Гучина. Реставратор высшей категории. Она и руководит отделом реставрации. Реставратор по металлу. У нее в штате порядка пяти реставраторов, которые занимаются реставрацией керамики. Плюс дополнительно мы выполняем копии для возможности организации выставки вне музейных пространств. И работа со школьниками, со студентами, выезжая за пределы музея. Вывозить предметы мы можем лишь только непосредственно в музей и сдать их на музейные выставки хранителям музея. Еще здесь показана схема, из чего состоит сосуд. Из пенца, горла, ручки, плечо и тулово. Здесь, кстати, клеймо. Она не нужна для лепки. Здесь можно кинуть снаряд. Для мужчин, понятное дело, потяжелее, поувесистее, побольше размером. А вот для девушек полегче. Ну что, я решусь кинуть. Записывают и, видимо, там какие-то рекорды нужно поставить. Поближе, наверное. Поближе встаньте. И поближе. А медали за скромное засяснение не дают? Олег Владимирович, такой же знак. Поближе, и в следующем году. 15. 15. 15. 15. 15. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. И еще одна часть раскопов это Некрополь. Курган. Пока Курган стоит, значит Некрополь живой и целый. Но частично они разграблены были во время еще захоронений. Дело в том, что кто знал, какие ценности хранит себе скреп? Лишь только тот, кто мог участвовать в процессе захоронения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, наше времяпрепровождение в Фанагории подошло к концу. Это было круто, просто настолько круто. Такие эмоции положительные. Сейчас мы возвращаемся уже к машине и поедем домой. Но, я думаю, вы сами поняли, что это была очень насыщенная программа. Что было интересно и взрослым, и детям. Каждый нашел себе по душе уголок. И то, что я еще круче всех кинула. Как называется это? Ядро. Ядро. Дальше всех, да. Да, мне аж понравилось. Я знаете, какой-то азарт у меня даже появился. Так что вот. Я спросил, что девушки все кидали 15 метров, а ты аж 17. Хорошо. Да. В общем, если вы будете в Темрюкском районе отдыхать, да и в принципе, если будете проезжать мимо, там, в Крым ехать или в Анапу, то обязательно заезжайте сюда. Берите экскурсию, вы не пожалеете. Это очень интересно, очень познавательно. Я не стала все снимать, о чем рассказывает экскурсовод, чтобы у вас осталось то, что вы узнаете что-то новое для себя. Так что вот. Моя рекомендация это посещение фоногории, раскопок. Ну все, всем до свидания, до новых встреч на платформах разных, на ютубе, на дзене. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok